Хоба! Привет, с вами доктор Влад и наша утренняя программа насчет того, что произошло в мире за эту ночь. Ну, я вчера вечером вот еще слышал, смотрел, вернее, читал российский ИЛ над Сирией был сбит против воздушной обороны Сирии, то есть свои-своих же. Но обвинили в этом Израиль. Ну, как же, евреи виноваты во всем. Якобы их там, эти самолеты, истребители израильских воздушных сил, там что-то летали вокруг. Вот, а поскольку их начали сбивать, вот этот вот Ан, по-моему, да, российский самолет, нет, ИЛ, тихоходный, сбили его. Ну, чё попалось, то избили. Вот как-то так. Погибло 15 человек там, военнослужащих. В этом ИЛе, конечно, это плохо. Ну, они люди служиво, их направили. А то, что у них, вон на Эхе, этот ИЛ сравнили с запорожцем, ну, по, как сказать, по сравнению с тем, что сейчас летает в небе. Я чё-то вспомнил, я видел раз давно ещё в Саратове, четыре грузина, трое сидят в запорожце, один толкает, ну, точно вопслей. Толкал-толкал, кое-как тот поехал, он на ходу в него впрыгнул. Жалко, тогда не было видеокамер, конечно, это сюжет. Ну, чё хорошего, людей продолжают убивать. Россия туда влезла. Без России давно бы там всё кончилось, но нет, они... Как это? Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови, Господи, благослови. Блок, по-моему, 12. Поправьте. Алло, интеллектуалы. У меня их много на канале. Я знаю, кого собирать. Это даже очень приятно общаться каждый день с людьми, которые не то что ровнее, а выше тебя по интеллекту. Меня сегодня одна женщина озадачила, она такие вещи писала про этот бук. Я аж перепугался, думаю, да это вообще, она разбирается. А, насчёт БУКа, вот тот, что представили Министерству обороны. Ну, там номер якобы, всё. Ну, разоблачили очень быстро. Вот то, что они представили эту трубу, запчасть, да, это никак не могла быть запчасть от той ракеты, которая поразила вот этот Боинг, да. Дело в том, что вот эта труба, она разлетается почти вся, когда попадает в цель. А это был учебный пуск, вот и всё. Очень просто ларчик открывался. Ладно, что у меня тут ещё есть? Под вторым пунктом у меня написано чертовщина. Да, а мне сегодня вопрос интересный задали. О, интересный. А вот правда, говорит, что в Америке вот много всякой вот этой чертовщины, какие-то духи, бесы. Вот, ну, насмотрелись в фильмах, да. Ну, я вам так скажу, ребята, смотрите. Вот русские, открываешь любую газету, да. Даже местную русскоязычную, Чикаго. И вот там порча с глаз. Избавлю, звоните за миллион долларов. Я избавлю вас от денег. Вот. Ну, в Америке, в американских газетах ничего подобного нет. Абсолютно. Нет, американцы религиозны. Понимаете, ну, как сказал Паттер Браун. Помните книжку, проклятая книга? Целый пастор, он сказал. Вы, говорит, понимаете, я не суеверен. Вот тоже, американцы, они религиозны, но они не суеверны. Они не верят в чертовщину там. Чёрная кошка, 13 число, там, ну, всякая такая фигня. Ребята, это всё на публику. Вот все эти фильмы, изгонение дьявола. В Америке над ними смеются. А почему такие фильмы делают? Да на потребу публики, господи. Ведь фильм важно не только выпустить, а купить его. Ну, и не только в Америке. Ну, хорошо, если бы купили в России, например. Ну, и так далее. Какая разница, кто покупает? Деньги не пахнут. Хоть в Сирию продать, хоть куда угодно. Хоть в Северную Корею. Там, кстати, показывают американские фильмы, только написано, что они русские. Это так, к слову. Там даже Крепкого Орешка показывали. Ладно. Помните Крепкого Орешка? Классный сериал. Так, ну и вот опять про кино. Русские в кино. Я вот сказал, что сейчас опять тенденция пошла русских показывать каким-то варварами. Ну, опять же, вот если... Вопрос. Если, как я утверждал, что американцы не очень хорошо разбираются, где русские находятся, зачем такие фильмы? Откуда они берутся? Ребят, ну опять тенденция. Они смотрят за тенденцией, что в мире творится. Сейчас русских начинает угнетать. Ну и продать в Лондон такой фильм, где русские кровожадные. Там-то в Лондоне русских очень много. Тем более вот этот случай со Скрипалями. О, там мужик даже какую-то поэму написал про вот этих вот дух. Гру. Ну, в общем, как-то так. А, я вспомнил, о чём эта женщина говорила мне насчёт Бука, что каждый самолёт даёт какие-то опознавательные сигналы. И вот эти вот Буковцы, которые стреляли, они точно должны были знать, что это самолёт гражданский. Ребят, это сложная тема, но она имеет решение. Дело в том, что вот этот Бук, который туда поехал из России, и потом вернулся назад. Он был некомплектный. Там только установка и прицел. Всё. И получилась там вот одна, по-моему, машина, да? А чтобы вот со всеми этими распознавателями сигналов, это нужно ещё три машины. Ну, российские микросхемы, самые большие микросхемы в мире. И все вот эти приёмники, распознаватели, они ещё три машины занимают. Вот. Поэтому послали облегчённый вариант, и они стреляли просто в ту сторону. Вот и всё. Ну, прицелились, конечно, как-то так. Молодец вот эта женщина. Не помню, как её зовут. Теперь вот ещё. В прошлом ролике я говорил, что русским придётся каяться перед Украиной. И кто-то меня так подтыкнул, что американцы каются перед Вьетнамом, перед Японией. Ну, насчёт Японии там сразу кто-то ответил. Я только рот успел открыть. Что японцы напали сами первые на Перл-Харбор. Помните, какую бойню устроили? Вот. А насчёт Вьетнама, да. Американцы влезли во Вьетнам. Было такое дело. Вы не представляете, какие тут были марши протестов. Правда, я здесь тогда не жил. Но очень много было протестов против войны во Вьетнаме. Но это было одно. Я что-то в России не видел. ни одного протеста против войны в Сирии. Или в Украине. Но это ладно. Вот я хочу сказать, я здесь видел вьетнамцев. Даже как-то странно. Вьетнамцев здесь очень много. Вот у нас в Чикаго. Ну, я так немножко поинтересовался. Чего они, как они. Оказывается, им здесь такие блага. Уж кого-кого вьетнамцев принимают. Ребята, давайте. Мы перед вами виноваты. Давайте к нам. Вот. И сразу все. И виза, и все, что угодно. И грин-карты, и так далее. Вот. И они здесь, надо сказать, вьетнамцы, они здесь дурака не валяют. Они на пособия не живут. Они учатся. Ну, на кого там. На массажистов, на каких-нибудь. Вот. Ну, что-то в этом роде, да. В колледжах. Очень много вьетнамцев. Зайдешь в колледж, вот смотришь, вьетнамцы идут. Сплошной толпой. И поют песни. Мой фантом, как пуля быстрый. И что-то в этом роде. Я заболтался. Пакистан у меня написано здесь. Пакистан. Что Пакистан? А, Пакистан. Вот мне сейчас начали тут говорить. Вот. Американцы не знают, где Россия находится. Надо географию учить. Вот положа руку на сердце, да. Вот сейчас вы мне можете показать, где Пакистан находится? Я говорю, здесь я вот с одной пакистанкой познакомился. Вот она мне рассказала, как они отделялись от Индии. Какая у них была революция. Вот. А я думал, Пакистан вообще где-нибудь рядом с Израилем. Ну, вот, в общем, как-то так, ребята. Не знаете. И штаты США тоже вы в школе проходите, да. Вы знаете, где штаты находятся? Хоть один расположение. Вот наша Ленос, где находится? Авискансин. Ну, ладно. То, что человеку надо постоянно по жизни, он знает. Остальное всё стирается. Так, чё у меня тут ещё? А, ну. Америка высказала своё фе русским за то, что... Ну, я уже говорил об этом. За то, что помогают Северные Кореи, там нефть переливают глубоко в море. Ну, это вот ещё санкции, ребята. Чё там говорить? А, ну и вот, напоследок, я вчера тут два дня вообще капусту рубил. Насчёт того, что Дальний Восток начнёт воевать с кровавым режимом Путина. А! Слили вот эту вечную голодовку, которую объявил Ищенко, ну, которого прокатили. Он не завтракал и не обедал, но уже поужинал. Вот так это делается в России. Ну, ребята, по большому счёту, это просто так не проходит. Это вот по капельке, по капельке, по капельке. Понимаете? Я надеюсь. Я надеюсь на светлое будущее России. Ну, лет через 500 где-то. Так. Всего хорошего. До свидания, доктор Влад с вами. Я такой возбуждённый, я позанимался уже. А, забыл сказать. Мы сейчас вышли, скунса встретили. И вот этот скунс, оказывается, у него есть боевая поза. Вот когда я первый раз увидел, он просто там что-то в траве искал, что-то нюхал. Вот. Как только мои собаки появились, и сразу хвост у него бух трубой. Вот интересно. Собаки поднимают хвост трубой, когда хотят покакать. Кошки поднимают хвост трубой, когда хотят пометить территорию. Коты в основном, коты. А скунсы поднимают, это значит, у него, его артиллерийская установка к бою. Вот. Если они подойдут ближе, чем на метр, сразу пшшшш, и не отмоешься. Ладно, всё. Доктор Влад что-то шутит сегодня. Доктор Влад если у вас нет. Спасибо.